Значит, у нас сегодня четвертая встреча такого семинара, посвященная такой сложной теме, как отношение грейства и человечества, и вообще, почему это является темой, темой в том числе философии, это отдельный очень интересный вопрос. Но сегодня микрофон вернулся ко мне, и, значит, я хотел бы попробовать рассмотреть эту тему немножечко, так сказать, в оптимистическом ключе, потому что были встречи у нас и философские, и связанные с концепцией Робина Хмельсбрасова, и, в общем, я не знаю, как, кто, но я после, как ни странно, оптимистической, концепция Робина Хмельсбрасова пришла в уныние, потому что в ситуации, в которой находились евреи в Восточной Европе, с которой говорил Робина Хмельсбрасова, это была ситуация настолько тяжелого гнета и притеснения, и самое главное, это была ситуация, ну, так сказать, клеветы и позора, в котором находились евреи. И поэтому голос, который исходил оттуда иногда в отношении к своим притеснителям, в частности, был не очень лицеприятный. И хотелось бы понять ситуацию более глубоко и с разных точек зрения, ее понять в широком каком-то контексте. И поэтому я решил обратиться к самым древним источникам, к источникам исходным, и пытаться их сопоставлять современными источниками, потому что мне кажется, что для оптимизма как раз очень важно обращаться к самым изначальным источникам, а также пытаться их сопоставить современной ситуацией. А что касается всего, что было в промежутке, в том числе того реального совершенно конфликта, который был между евреями и окружавшими их народами в течение, в частности, последних почти двух тысяч лет, это очень важная тема, но стоит к ней обратиться уже потом, после того, как мы сможем увидеть некую картину в ее полноте. Поэтому я хотел бы сначала дать очень-очень короткий обзор вообще этой темы, философско-библейском что ли контексте, а потом непосредственно обратиться к анализу 33-го псалма, который, на мой взгляд, дает очень интересное измерение этого вопроса, как вообще некой метаисторической проблематики мир, истории человечества, истории еврейства. И я хочу начать с того, что сказать, что псалмы, на самом деле, когда кто-то пытались делать обзоры истории еврейской философии древнего периода, обычно обращают внимание на Когелет, на книгу Иова иногда, а псалмы редко, когда становятся предметом серьезного исследования. Между тем, псалмы, на мой взгляд, это одна из наиболее философских книг или собраний, которые есть в Танахе. Вообще философия родилась из поэзии, это такой тезис, который, думаю, всем понятен, кто знаком реально с историей философии. Все, конечно, помнят, что один из самых первых и наиболее выдающихся философских текстов – это поэма Парменида Феррифюзис и орфические гимны, папагарейские гимны. То есть философия, она имеет с поэзией родовое родство, так сказать, изначальное родство. И поэтому неудивительно, что еврейская философия тоже коренится в поэтической реальности, так же, как и всякая прочая философия. Но псалмы, как философские тексты, не очень много исследовались, хотя такие попытки были предприняты разными авторами. Сейчас я должен отметить книгу, статью, точнее, Германа Коэна, которая называется «Релика псалмов». Он исследовал псалмы как эстетически, так и философски. Ну и, конечно, «Звезда избавления Розенцвейгов», которая совершенно блестящий дается очерк философии псалмов. В третьей книге, второй части «Звезды». Я отчасти следую им, отчасти следую обычным классическим филологическим и историко-литературным исследованием. В первую очередь, это классическим комментариям на псалмы, таких как Радак, Мацудот и более современными комментариями, таким как Мабиум, Шимшана Файб Гиш и современными исследованиями псалмов Михаил Фишбейн и другие исследователи, которые пытались найти, прочитать псалмы как философские интеллектуальные тексты. Но прежде чем перейти к 33-му псалму, я хочу поднять вообще общую тему, что значит «Израиль и человечество» с некой философской точки зрения. Сейчас я опять перебрасываюсь в конец 20-го, начало 21-го века, и говорю то, что у нас звучало уже на нашем семинаре неоднократно, что, собственно, и слово «человечество», и слово «еврейство» или «Израиль» не являются философскими категориями, не являются философскими понятиями до самого недавнего прошлого. И, в частности, один из авторов, который пытался по-своему обозначить еврейство как философское понятие, это был Элен Бадью, имя, которое написал имени еврейский трактат, где он пытается анализировать это понятие с философской точки зрения. Но и с именем человечества обстоит дело не так, чтобы очень гладко, потому что как философское понятие человечества тоже, правда, значительно раньше, наверное, появляется. Но тот же Герман Коэн утверждает, что впервые о человечестве, как в философском понятии говорил, Илон Александрийский, потому что библейское понятие человечества, оно присутствует изначально почти во всех библейских текстах, может быть, кроме некоторых фрагментов, но в очень многих библейских текстах. Человек, человечество, человеческий род, бне Адам, Адам рассматривается как некоторое понятие, как некоторый концепт, что ли. Может, это и не философское понятие, может, и не критично, но оно, по крайней мере, проработано. И вот, а, кстати, сказать, что касается понятия евреев, еврей и так далее, оно, как ни странно, менее проработано, но все-таки оно тоже есть. Есть отличие, там, есть имя Израиль, имя еврей, которое имеет разные смыслы в разных библейских текстах. Я хотел бы сейчас попытаться проанализировать, каким образом эти два понятия оказываются связаны друг с другом. Все дело в том, что первые главы книги «Бытия», книги «Берешит» дают нам некую общую картину генезиса человечества. Более того, пятая глава начинается с таких слов, как «вот книга по рождению человека», «Зе Сефер Тайдот Адам», при этом Адам, человек, там не рассматривается как отдельный человек, какой-то, там дальше описывается порождение человеческого рода, формирование всех народов мира и так далее, и так далее. То есть это Сефер Тайдот Адам, это некое концептуальное понятие, особенно это важно, учитывая, что слово Тайдот, порождение, собственно, оно именно дало название, это имя дало название, собственно, книги «Бытия», ну, это слово «бытие» по-русски звучит немножечко странновато, это такой, скорее, атовизм своего рода, потому что речь идет совсем не о «бытии», а о Тайдот, порождении, поэтому эта книга на европейских языках, как и по-гречески, называется «Генезис», то есть «порождение», книга «порождение». То есть, иными словами, «порождение человеческого рода» – это то, чем занята эта книга изначально, вот в первых своих главах, и там она довольно-таки подробно описывает порождение 70 народов мира, 70, понятно, символическое число, и дальше возникает ситуация, которая возникает в 11 главе книги «Бытия», где вдруг выясняется, что 70 народов мира есть проблема. В 10 главе вроде бы 70 народов мира введены в обиход, ну там, если посчитать их количество 70, довольно условное, ну где-то примерно 70. И вот они уже есть, и вдруг там говорится, что вот их расселение по их языкам, по их странам и тому подобное, этим закончится 10 глава, и вдруг нам сообщают, что и был язык один, и слова одни, и вот все они собрались и стали строить Воломскую башню. И дальше, значит, Воломская башня не понравилась Богу, и, значит, после этого народы рассеялись по всему свету. Здесь есть абсолютно ясный парадокс, или некое внутреннее противоречие текста, потому что дается два взаимоисключающих описания генезиса народов мира. Одно естественное, когда они просто породили, вот Адам, а потом Нох породили эти 70 народов, и они рассеялись по всему свету, и все хорошо. И вдруг появляется некая пессимистическая, так сказать, концепция, которая вклинивается в повествование, и вот я воспользуюсь методом многих комментаторов, но в частности об этом очень подробно писал в своих германутических исследованиях Мартин Бубер, что есть метод ключевых, так сказать, цитат, что ли, то есть фрагментов. У нас, как говорится, вот это порождение сыновей Ноя, и после этого рассказывается о 70 народах. Потом вдруг описывается Иоаннская башня, и после этого идут такие слова, вот порождение Шема. И с точки зрения многих комментаторов, это обозначает, что порождение Шема это альтернатива в какой-то степени порождению Ноя. То есть это вот была история, развивалась в качестве порождения сначала Адама, Сесефер Тальдот Адам, потом Тальдот Ноах, Эле Тальдот Ноах, тоже порождение Ноя. Потом вдруг вклинивается в рассказ про Иоаннскую башню, которая говорит, нет, вот порождение Шема. И дальше в ожидании этих порождений описывается, там все известно заранее, потому что уже мы знаем про Шема все, потому что в 10 главе все про него написано, кроме одного, что Шема родил Авраама. И Авраам таким образом и является тем самым порождением Шема, который в какой-то степени объясняет, почему вместо серии, которая называется «Бына и Ноах», появляется серия, которая называется «Израиль». Возникает новая идея, новая концепция. Она возникает из-за того, что Иоаннская башня – это плохо. Потому что желание людей, человечество объединиться в некое единое целое, которое хорошо, несомненно, потому что человечество изначально, по образу Бога, это некое единое целое. И тем не менее способ, которым человечество соединяет свое единое целое – это плохо. Потому что этот способ описан как «Бынская башня». Это строительство некоторой вертикали, когда все человечество мыслит одинаково, у них всех одинаковые слова, у них одинаковые мысли, у них одинаковые языки, они все говорят одно и то же, и они строят некую сверхдержаву, сверхимперию, сверх какую-то вертикаль, вертикаль власти. Это Богу не нравится категорически. И он их рассеивает по всей земле, чтобы они, каждый жили под своей виноградной лозой, каждый в своей стране, каждый говорил на своем языке, и это хорошо. Здесь, конечно, возникает такая ситуация, вроде бы это хорошо, и то, что это хорошо, мы узнали там в 10 главе, где все это описывается, но все-таки это не очень хорошо. И приходит история Авраама, который как бы дополняет, он как бы привносит некое единство в человечество, потому что человечество разделено, разделено оно потому, что оно не в состоянии объединиться достойным образом, оно объединяется только на базе вертикали власти в Ивановской башне, и поэтому приходит некоторый человек, который называется Авраама Еври, то есть Авраам другой, Авраам перешедший, перешедший через реку, Авраам с другого берега, и поэтому Медраж говорит, что весь мир по одну сторону реки, Авраам по другую сторону реки, то есть приходит некоторая альтернатива для того, чтобы создать гармонию мира, то есть чтобы и человечество, и Авраам, чтобы вместе образовали вот то самое целое, которое называется Адам. Значит, и таким образом у нас получается, что понятие Израиль, понятие евреи, оно возникает в качестве некоторой дополнительной структуры по отношению к понятию человечества, которое вполне явственно прописано вот во всем этом начальном фрагменте книги Патия. «The Sefer Tadot Adam». Адам – это человечество, это не отдельный человек Адам. Вот, это то, что я хотел вам рассказать, и закончить я вот это вот своё введение перед разговором про 33-й псалом, я хочу привести, значит, вот известное изречение, сейчас я его прочитаю, в таком чистом виде, значит, сейчас, ага, вот, значит, это одно из германетических правил, правил толкования текста, который относит традиция к Раби Ишмаэлю, который вёл 13 метров, правил комментирования библейского текста, так называемые 13 метод Раби Ишмаэля, «Коль дава ше гая быхлаль, яце мин гахлаль, лель мод леламет, ло леламет аль ацмо, яце эле леламет аль аклаль куло яце». То есть, перевожу на русский язык, всякая вещь, всякий предмет, который был внутри некоторого целого, правила или некоторого единого целого вышел из этого целого, чтобы чему-то нас научить, он вышел научить не по поводу себя, а вышел он научить по поводу всего целого. И это германетическое правило, которое часто используется при толковании библейского текста, значит, оно должно нас дать на неко парадигму, это правило, в какой степени очень хорошо описывается в истории Воложской башни, что появление Авраама, мы сейчас пока не говорим про появление еврейского народа, но это то же самое, это продолжение, появление народа Авраама, оно является неким исключением тем, что выходит из правила, исключение, я шлю привет Сергею Долгопольскому, который здесь находится, оно выходит из правила и оказывается исключением, но оно выходит не для того, чтобы научить только о себе, оно выходит, чтобы научить про все правила, что этот общий принцип, все человечество должно включать в себя исключительность, оно должно включать в себя исключение, оно не должно быть вертикалью власти, оно не должно быть единым правилом, которое обязательно для всех, оно должно постоянно и постоянно нарушать это правило. И поэтому появляется Авраам, который нарушает правила, и появляется еврейский народ, который тоже нарушает правила. И это парадокс, хотя обычно то, что приписывается часто евреям с их Галахой и так далее, это такое строгое следование законом, правилам и так далее, это, конечно, абсолютная иллюзия, потому что те правила, которые существуют у евреев, в том числе Галаха, существуют в первую очередь для того, чтобы изящно их нарушать. Потому что, ну, как бы Талмуд с большим осмакованием описывает всякие ситуации, когда оказывается, что любое абсолютно правило Галахи в некоторых ситуациях перестает действовать. Когда есть угроза для человеческой жизни, то шаббат, все законы шаббата отменяются. Когда, например, есть очень интересный пример, он, правда, где-то талмудический, по поводу свинины. Ну, вот искусственно созданная свинина, она является абсолютно кошерной, понятно. Дело в свинине вовсе не то, как бы плохо, что ее мясо такое вредное, а то, что Бог по каким-то своим странным причинам запретил евреям ее употреблять. Это вопрос по отношению между евреями Богом и не по отношению евреями со свининой. Вот. И так это касается абсолютно всех остальных вещей. Иными словами, необходимость исключений оказывается очень важной. Вот это примерно та точка, с которой я хотел бы теперь перейти к нашему псалму. Но прежде я хотел бы спросить, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы. Я вижу, что в чате их нет. Может быть, кто-то хочет высказать, сделать какие-то замечания по поводу того, что мы уже успели сейчас обсудить. Два слова. Да, пожалуйста. Значит, из всего, что вы сказали, я, как человек, как сказать, немного практикующий, Тору, учусь, соблюдаю традиции, могу сказать, что есть толкования, которых вы почти не коснулись на самом деле, которые очень хорошо все объясняют. И здесь, конечно, не место их всех объяснять, но и Павелонская башня, и все эти вопросы, которые вы затрагиваете, я думаю, что стоит все-таки, если не сейчас, то когда-нибудь сопоставить еврейство человечества в согласии с традиционным толкованием Торы. Любой медраж, там есть очень многое, разнообразное, объяснять, что это такое, как это все устроено. Дорогой Миль, извините, пожалуйста, я вас перебиваю. Я совершенно не против, если мы все это сделаем. Поверьте мне, что я довольно-таки немаленькое количество комментариев Торе, медрашей в том числе, читал. Вот, но если я сейчас это рассматриваю немножечко с другой, с точки зрения, между прочим, опираясь в большой степени на эти медраши и эти комментарии, это не отменяет возможности читать. Все, что я сейчас сказал до сих пор, это было скорее введение, потому что я дал некий контекст. Сейчас мы будем работать с Третьим Цалмом, с разных точек зрения. И, кстати, должен сказать такую радостную для меня вещь. Я переписывался одним из слушателей ведущего семинара, он может появиться в какой-то момент. Его зовут Григорий или Грек. Вот, значит, он композитор, и он даже написал музыку на Третьим Цалмом. Я вам тоже ее озвучу. Сам я тоже пытаюсь прочитать или пропеть этот Цалм, ну, в силу своих скромных способностей музыкальных, каким-то образом. Мне кажется, очень важно, и я сейчас начну с того, что этот Цалм, во-первых, покажу, и, во-вторых, покажу несколько способов, каким образом он читается. То есть, иными словами, я совершенно никак не оспариваю возможность прочитать это тысячу другими способами. Более того, я уверен, что среди наших участников, включая вас и многих других участников этого семинара, найдутся люди, которые смогут прочитать это иначе, чем я. Но, как я сказал, 70 народов мира, они в какой-то степени, как некоторые модели парадигмы, действительно включены в 70 душ, которые спустились в Египет, то есть в Израиль. И, в первую очередь, они включены таким образом, что Тора имеет 70 граней, и, таким образом, если бы Тора была бы одной гранью, только лишь, то это была бы Вавилонская башня. А вот, благодаря тому, что Тора имеет 70 граней, она сияет многими своими красками, за счет этого мы имеем возможность читать ее и делать свои выводы, каждый из нас, которые не похожи друг на друга. Вот, теперь я хочу включить сейчас этот самый, с одной стороны, демонстрацию экрана. Ну да, вот я демонстрирую экран, это просто вот этот псалом, а также я попробую включить, значит, так, сейчас у меня, ой, а как сделать так, чтобы эта штука не, так, ага, ну вот, давайте послушаем, как звучит. Субтитры сделал DimaTorzok Это вот был марокканский вариант пропева 33-го псалма, значит, вот сейчас я попробую, о, извините, попробую представить другой вариант, это тоже Нигун, сейчас я посмотрим, как он, так, тоже восточный. Спасибо. 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 Игорь Негода 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 Игорь Негода